Мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, который загорелся. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, скорые и пожарные части. Всех спасли, все потушили. Но это лишь учение и тщательно продуманная легенда. В жизни сценарии спасателям на дорогах никто не пишет. Человек, опримите информацию. Восьмой километр северного подъезда города Белару. Дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники ГИБДД заметили дым, обнаружили серьезное дорожно-транспортное происшествие и оперативно о нем сообщили. Мотоциклист спровоцировал аварию, легковушка не успела среагировать. В машине ребенок, а все двери заклинило. Кроме того, происходит взрыв и автомобиль загорается. Сюжет максимально насыщенный, чтобы отработать все возможные варианты развития событий. Буквально ежедневно случается дорожно-транспортное происшествие, на которое незамедлительно реагируют все службы экстренного реагирования. Наши подразделения совместно с подразделением УМВД отрабатывают практические мероприятия. Как вот в данной ситуации мы проводим совместное занятие по слаживанию действий наших подразделений. Каждое действие нужно довести до автоматизма, чтобы успеть спасти человеческие жизни. Основная задача для бригады скорой помощи является то, что нам нужно в максимально быстрые сроки доставить пациента пострадавшего в максимально стабильном состоянии, стабилизировать его основные функции. Участники учения, исполнявшие роли пострадавших, не спешили смывать грим. Фотографии на память об успешном мероприятии, к которому готовились не один день. Лейтенант полиции Дмитрий Шуховцев по сценарию жертва. Говорит, переживал по-настоящему, ведь обычно выступают в роли спасателя. Работа у нас такая, по количественным примерам, как нельзя поступать, что нужно делать, и как вести в такой ситуации себя. Дал бы совет быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пресекать свои безопасности. Советы, они же элементарные правила, до крайности просты. Однако принимать их во внимание у некоторых автолюбителей просто не принято. Сотрудники госавтоинспекции могут привести сотни примеров. Чаще всего нарушение, грубое нарушение правил дорожного движения. Это превышение скорости выезд на полосу встречного движения и несоблюдение очередности проезда. Сегодняшний яркий спектакль очень сильно напоминал реальную автокатастрофу. Все его участники, достойно сыграв отведенные им роли, были едины в одном. Пусть сценарии остаются сценариями. Евгения Додон, Дмитрий Ерема, К этому часу, Белгород.